Представьте, что вы вкладываете в AVE, Synthetix или Compound, когда они только запустились. Вы бы стали миллионером при очень малом вложении. Что если я скажу, что есть еще один шанс прямо у вас под носом? Схожий с тем, что случилось с децентрализованными финансами. DeFi был королем на протяжении месяцев, и мы видим, как все меняется прямо сейчас. DeFi отходит в сторону, уступая дорогу NFT, который, как некоторые и скажут, часть DeFi, но суть не в этом. Сегодня я назову вам мои топ-3 NFT, чтобы стать миллионером. Погнали! Добро пожаловать на BitBoy Crypto, самый большой крипто-канал во всех интерсетях. Меня зовут Бен. Каждый день на этом канале я показываю вам, как зарабатывать деньги на криптовалюте. Если вы любите деньги и крипто, подпишитесь на канал, чтобы получить шанс выиграть целый биткоин. Детали в описании. В сегодняшнем видео мы посмотрим на топ-3 NFT-монеты, которые могут сделать вас миллионером. Будьте уверены, что наш выбор номер один покажет себя очень хорошо на этом рынке. Так что поставьте лайк, если вам нравится узнавать про наши топ-3 подборки. И перед тем, как мы начнем это видео, и соображений прозрачности я вложил только в одну из сегодняшних монет. Пинаю себя за то, что не вложил в остальные. Но перед тем, как мы перейдем к списку, вам нужно понять, что такое NFT. NFT расшифровывается как «невзаимозаменяемый токен». Биткоин взаимозаменяемый, это значит, что у меня может быть биткоин и у тебя. Мы обмениваемся ими, и они стоят абсолютно одинаково. Невзаимозаменяемый токен так не работает. У меня может быть токен, и у тебя может быть токен. Мы обмениваемся этими токенами, и разница есть. Это позволяет нам создавать уникальные токены, привязанные к цифровым благам, таким как предметы коллекционирования. NFT ворвались с яростью, потому что это, наконец, первый способ привнести настоящие, аутентичные предметы коллекционирования в цифровой формат. Подумайте о бейсбольных карточках, например. Если бы вы собирались купить моего любимого игрока от детства, физическую карточку руки Кена Гриффи-младшего, напечатанную, скажем, фирмой ТОПС, их не так много в мире. ТОПС напечатали определенное количество, и это все, что есть. Если вам удалось получить подпись на одну из этих карточек, она становится еще дороже. Но каким образом можно достичь это в цифровом мире? Простой ответ – никак. Вы можете сделать скриншот цифровой карточки, но это не то же самое, что иметь аутентичную физическую версию. С использованием блокчейна это становится возможно. Теперь можно прикрепить редкость и аутентичность к цифровой коллекции. Фанаты по всему миру, знаменитости атлетов, инфлюенсеров и крипто-ютюберов пойдут толпами, чтобы поддержать своих любимчиков, используя цифровые коллекции. Это пространство развивается настолько быстро, что у вас закружится голова. И я буду честен, первые два NFT-проекта из этого списка продвигаются быстрее, чем вообще возможно выпускать по ним видео. Итак, давайте не будем откладывать и откроем этот список. На третьем месте – Чилис. Нет, не то место, где можно достать свиные ребрышки. Чилис Z – это великолепная NFT-платформа, взлетела как ракета, что сейчас ее самая сильная сторона и также ее самая слабая. То есть, посмотрите на этот прирост. Она получила 128x за прошлый год. Практически непостижимо. И я точно пинаю себя, потому что у меня одно время была довольно хорошая позиция в Чилис, и я не поверил в нее. Как я много раз говорил, терпение – это ключ в этом бизнесе. Но я должен предупредить об опасности инвестирования в этот проект сейчас, поскольку он вырос на 500% за последние две недели. И многие говорят, что Чилис направляется к коррекции в 50%. Но просто знайте, этот проект будет большим. Он еще вырастет, но он может встретить весомую коррекцию перед тем, как мы увидим истинный потенциал. Итак, на чем специализируется Чилис? Фанатские токены для спортивных команд. Недавно они начали расширение в Соединенные Штаты размером в 50 миллионов долларов. Они уже были серьезно сфокусированы на международных футбольных командах, или как мужики их называют – сокерных. Теперь они готовятся впрыгнуть в лигу настоящего футбола. НФЛ в Америке. По крайней мере, слух таков. Они также недавно открыли офис в Нью-Йорке, где по совпадению находятся главные офисы практически всех спортивных лиг Америки, включая НФЛ. Сейчас Чилис поднялся с последних мест двухсотых позиций аж до сороковых. И у него есть потенциал попасть в топ-20. На втором месте еще один проект, из-за которого я себя пинаю – ИКОМИ. Мы проводили спонсорское EMA в моей группе BitSquad в Телеграме пару недель назад на тему ИКОМИ. Купил ли я его? Нет. Они также предлагали мне сделать спонсорское ревью. Я его сделал? Нет. Сожалею ли я иногда о своих решениях? Да. ИКОМИ выросло на упомрачительные 46 тысяч процентов за последний год. Не могу это даже в голове у себя уложить. И всего за последние 7 дней выросло на 315 процентов. Когда вы смотрите на самые популярные монеты в поиске Коингека, ИКОМИ сейчас на первом месте. Перед Хармони и Чилис. Итак, давайте поговорим об ИКОМИ и почему оно так огромно. У ИКОМИ есть уже действующее приложение под названием VIVI. Это приложение для цифровых коллекций. Оно уже работающий продукт, и согласно Bitcoin.com, у него есть огромное количество партнеров. Включая, обратите внимание, Бэтмен, Супермен, Харли Квинн, Чудо-женщина, Ультрамен, с которым, конечно же, я хорошо знаком, Назад в будущее, Грёбаная NFL, MLB, Охотники за привидениями и другие, абсолютно безумно. И вот где всё это становится ещё сочнее. ИКОМИ токен будет валютой приложения VIVI, используемой для покупки этих цифровых коллекционок. Когда рынок NFT взорвётся, настоящие компании с цифровыми коллекционками определённо станут самыми главными победителями. И кто больше победитель, чем Бэтмен? Конечно же, очевидно, Битпой, но это не важно. Как и с Чилис, у вас есть риск войти не в лучшее время, потому что оно взлетало весь прошлый месяц. Так что будьте аккуратнее со входом, но я верю, что ИКОМИ есть ещё где развернуться. Давайте посмотрим на лунный выбор NFT номер один. Этернити. Это единственный из сегодняшних проектов, в который я лично инвестировал. Но я верю, что у этого самый высокий потенциал в долгосрочной и краткосрочной перспективе, из-за чего я в него инвестировал. Этернити только запустился на прошлой неделе и уже скорректировался в последние пару дней, так что в плане краткосрочной перспективы это уже хорошая точка входа. Глядя на то, как показали себя самые горячие NFT проекты в последние пару недель, легко увидеть, почему у Этернити такой высокий потенциал. Он сейчас на 365-м месте по сравнению с ИКОМИ и Чили, с которой уже в топ 60. Если Этернити получит похожий памп на те, которые случились с Чили за ИКОМИ, что я думаю, возможно, мы можем получить 40x. Теперь послушайте, этот проект не просто какой-то рандомный NFT проект. Я не говорю вам, пойдите посмотрите на этот проект, и он полетит на луну, потому что он в NFT нише. Этернити будет огромен. Я бы недооценил его, если бы сказал вам, что у него потенциал попасть в топ 100. За Этернити ставят большие имена, что всегда равняется большим баксам. Тем не менее, перед тем, как мы посмотрим на имена, давайте посмотрим на то, что такое Этернити. Это платформа лимитированных NFT и коллекционных карточек, созданных новыми художниками. Но, как вы видите, наверху страницы, вы можете также купить его в один клик через Uniswap и фармить то, что они называют камнями, которые являются большой частью этого проекта. Камни — это способ для пользователей получить курированные, отобранные NFT Этернити, доступные только владельцам камней. Это будет запущено очень скоро, точной даты вроде нет. Но есть атлеты, невероятные художники и первые биткоин-миллиардеры, которые его обеспечивают. Именно так. Близнецы Винклвоз официально обеспечивают Этернити. Теперь давайте посмотрим на некоторые другие вещи, в которых они были первопроходцами. Биткоин, Чейнлинк, Файлкоин, Зи Кэш и другие. Буквально всё, что они выбирают, побеждает. И ещё одна крутая вещь насчёт Этернити — это то, что они жертвуют средства благотворительным организациям. В дополнение к этому, футбольные звёзды Паула Малдини и Кристиан Виэри, а также владелец команды 76ers Майкл Рубен обеспечивают Этернити. И это ещё не всё. Тони Хоук недавно выставил на аукцион видеозапись его «Олли540» на Этернити Чейн. Тони Хоук, кстати, фанат биткоина, и будет произносить речь на биткоин-конференции 2021 в Майами. Я и Битскуат будем там, так что если вы зайдёте на сайт конференции «Биткоин 2021» и используете код «Битбой», вы сможете получить скидку на 10%. Но суть вот в чём. Тони Хоук создаёт NFT на Этернити. Они также выпускают то, что они называют «Коллекция Али» в честь Мухаммеда Али. Это сделано в честь 50-й годовщины боя Али с Джо Фрейзером. Это будет первый лицензионный NFT исторического значения, или по крайней мере они так это называют. Вместе с атлетами и музыкантами, недавно значимый художник BossLogic пообещал создать 2500 эксклюзивных NFT на Этернити. В то время как вы можете знать или не знать, кто такой BossLogic, релиз буквально сломал самый большой рынок NFT OpenSea. Трафик на сайте буквально удвоился, когда они там появились. И первый их запуск был огромен. А представьте спрос на перепродажу. Также ещё одна значимая NFT-платформа и монета, о которой мы говорили в прошлом, Terra Virtual, анонсировала стратегическое партнёрство с Этернити. Вместе эти два проекта станут лидерами в NFT-пространстве. Это волнующие времена, и для меня Этернити — это самый перспективный проект в NFT-пространстве на данный момент. Продолжение следует...